В фойе Чкаловского дома культуры гостей встречает развернутая выставка. Выцветшие фотографии рассказывают об истории учебного заведения. На яркое, красочное, очень радостное и очень впечатляющее торжество 65-летие 11-й школы имени Германа Титова пришли ученики, педагоги, выпускники и ветераны, почетные гости. Огромная заслуга педколлектива, который создает вот эту необходимую среду, в которой дети становятся, во-первых, полностью реализуются, во-вторых, становятся счастливыми людьми. Такой коллектив, единый в беде, единый в радости. Не каждому удается вот в это попасть. Я попала. Учреждение распахнуло свои двери в 51-м году. В августе 61-го произошло событие, которое стало для всех большой радостью. Школе было присвоено имя космонавта номер два в мире, героя Советского Союза Германа Титова. В школе есть музейная экспозиция, посвященная космонавту. Ежегодно проводится посвящение первоклассников-титовцев. По программе «Путешествие по Титовграду» ведется большая воспитательная работа, способствующая гражданскому и патриотическому воспитанию личности. И сегодня на празднике присутствует учитель, который отдал именно этой школе многие годы жизни. Виктор Чапуру. Участник Великой Отечественной войны, народный учитель России, почетный гражданин Московской области. Он лично знал Германа Титова. Меня приглашали его еще пять дней в победу. Последний раз. И после дня победы выступал, рассказывал. Ну, много рассказывал. Там стоишь свои встречи с Германа Титова, потому что мы с ним были очень хорошо знакомы. Можно сказать, так, смело сказать, что почти влюбленные. В такой юбилейный день каждый учитель школы был отмечен грамотами, ценными подарками, памятными медалями. Депутат Московской областной думы Владимир Шапкин из депутатского фонда подарил коллективу школы сертификат на один миллион рублей для строительства спортивной площадки. Он, кстати, рассказал, что в семнадцатом и восемнадцатом году начнутся работы по созданию пристройки к школе. Это внесено в областную бюджетную программу. Это соответствующее решение. Я думаю, что мы на воздание школы за это увидим. Вопрос по времени, я бы не стал сейчас прямо говорить, что это будет завтра, послезавтра. Главное начать исполнять это решение. Сейчас школа номер одиннадцать имени Германа Титова одна из лучших в районе. Она является региональной инновационной площадкой Московской области. У нас очень много победителей конкурсов, олимпиандов, в том числе и на региональном уровне, на всероссийском уровне, на заключительных этапах наши дети побеждают. В различных творческих конкурсах они участвуют. И это, конечно, нас не может не радовать, и мы гордимся нашими детьми. Ученики, в свою очередь, не упустили возможности поздравить любимую школу с юбилеем. Праздник получился очень душевным. Составляющая школы главная, мне кажется, это учителя, которые у нас... Нам очень повезло с ними, которые у нас подобрались отличными. Для меня, на самом деле, сейчас 10 класс, а я не знаю, как я дальше... Вот без школы, но для меня школа это пока все. Андрей Циханович, Валерий Жиглей, телерадиокомпания «Щелково».